Последнее слово. Это обращение к суду перед вынесением приговора. Обвиняемый Михаил Старцев в свое выступление начал со слов соболезнований о семье погибшего Рохлова. Это произошло впервые за весь период судебного разбирательства. В своем обращении Старцев упомянул и два важных аспекта. Во-первых, прозвучала фамилия Кузнецов. Он фигурировал в деле как свидетель, но сторона защиты обвиняемого уверена, что это один из нападавших на компанию Старцева. И второе. Суду были представлены фото и видео, на которых видно, что погибший Павел Рохлов нападает и бьет Лютову, девушку из компании Старцева. Все эти данные сторона обвиняемого просит привлечь к делу и по-прежнему настаивает на полном оправдании Михаила Старцева. Мы просим его оправдать по части 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ, поскольку отсутствует состав преступления. Оглашение приговора состоится уже на этой неделе, 24 марта. В этот день и будут расставлены все точки над «и». Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.